Сегодня вторая гонка, которую вы провели у нас в пионе в этом году. Как она по сравнению с предыдущей, сложная, проще была, сложнее? Ну, точно сложнее была, потому что и у них спортсмены чуть, я думаю, накатаны и можно поопытнее. Даже тяжело мне сказать, потому что Гриша Лагутова, он быстрый гонщик, и тяжело с ним было у меня выиграть сегодня. Погода сегодня была другая, было тепло и тяжелее ехалось. А так, ну, хорошо, что выиграли гонку, самое главное. На Ваш взгляд, молодые гонщики сегодня как себя показали? Молодые, но мне кажется, что вот Вовка, Богма развивается и борется, и хорошо начинает. Илья в линерском заезде показал хороший заезд, они приехали на 5-1, и я думаю, будут больше работать и будет еще лучше у них. На чемпионат мира вы же нам приедете, мы же вас ждем. В Толиатике? На чемпионат Европы, да. А, я не знаю даже, еще не было переговоров, не знаю, пока ничего не могу сказать. Ну, я никогда не ездил парой чемпионата Европы, так что тяжело мне сказать. Я не знаю, как по графику и когда они будут, чтобы у меня не, по календарю моему, чтобы не совпадало ничего. Как вам уровень чемпионата России в этом году? В том году я проехал две гонки и достаточно, думаю, уровень не слабый, потому что гонщики все и в Тольятти, и в Владивостоке, и в Октябрьском на данный момент они как бы опытные и так же умеют ездить и быстро ездят. Октябрьский здесь первую гонку у нас показало, что они тоже быстрые, нам было тяжело и с ними бороться, так что выиграли минимально. Ну, чемпионат покажет, но в Тольятти мы когда были, мы проиграли с большим счетом. Я думаю, причина была то, что юнеры у нас не были еще накатаны, для кого-то была первая гонка, и поэтому так в некоторых не получилось. По судейству сегодня были какие-то сложные моменты или все прошло гладко? Да нет, в принципе, все прошло в штатном режиме, можно сказать. Главное, мы с ребятами перед гонкой поговорили, они все выполнили мои указания и пройдут. Ну и гонка быстро прошла. Мне кажется, самая быстрая гонка за то, сколько я последние два года езжу, самая быстрая гонка по времени, да, быстро проходила. Но падений все равно сегодня достаточно было? Ну, это спорт. Падение было, трек был на самом деле ровный, но были такие на треке места, где мотоцикл дергал, и просто некоторые не могли справляться, и кто-то боролся в борьбе, просто не удерживался. Умир, еще такой вопрос. Вот лица фанатов по-любому интересуются. В Владивостоке можем рассчитывать? Я еще не разговаривал, еще пока не знаю, потому что у меня Гран-при будет, и это, как бы сказать, рискованно. Владивосток совсем далеко, и мало ли что-то с перелетами будет, а не полетит самолет, я не хочу пропустить Гран-при особо. Поэтому еще переговоров основательных не было, и поэтому тяжело мне сказать. Спасибо. Можно еще? Эмиль, я хочу поблагодарить за субботнюю гонку, потому что это было очень круто, и, конечно, такая неприятность. Мы сейчас все болеем, мы тоже очень сильно бежали. Спасибо. Спасибо. Ну, было, правда, это хорошо все складывалось. Вроде очки были набраны до полуфинала хорошие, и в полуфинале ехал как ехал. Думал даже обогнать колодье, но удержать позицию вторую, чтобы в финал войти, потому что у меня в финаловом чуть-чуть и нету везения. Я считаю, что очки были хорошие, сделаны, но, конечно, обидно было без полуфинала, потому что дополнительно два очка было бы ближе к лидеру. Ну, буду стараться сейчас. Какие-то мысли с моей командой сделали, в чем была причина, пообщались, и думаем сейчас на следующих этапах набирать очки, а там посмотрим, что, докуда доеду. Вы очень много едете, и все-таки скажите, где ваш дом? Дом у меня в Быдгоще, я как бы в Польше, и, можно сказать, в основном там мы живем с семьей, и подготовка, вся база у меня там. Ну, понятно, что разъездов бывает много, бывает какой-то перерыв, потому что я сейчас от Швеции отказался, как бы не езжу, потому что мне достаточно важно, чтобы проводить время больше с семьей, быть время на подготовку, на физическую подготовку, чтобы быть готовыми и к польской лиге, и к гран-при, и плюс к России. Россия просто много забирает сил перелетов, потому что постоянно, в основном, вот эти все рейсы, они ночные. Сейчас даже еду сейчас до Самары, опять же, вот этот ночной рейс, всю ночь не спишь, потому что вроде хочется заснуть, а у нас дороги не позволяют, так что я сейчас ощущаю, как будто я от Путина вопрос задаю про дороги на конференции. И поэтому это. Тяжело устаешь, просто организм настолько изнашивается, когда приезжаешь в Польшу, и нужно время, чтобы и выспаться, и восстановиться как бы физически, чтобы вот эту молочную кислоту всю эту разогнать, чтобы на следующий гонку, когда уезжаешь, чтобы не чувствовать себя скованно. Ну, вот так стараемся как бы подготавливаться и держать себя в тонусе, чтобы хватало сил на каждую гонку, на каждый заезд. Вот сегодня даже заезд на заезд ехал, а, ну, чувствовали, может быть, у нас еще и комбез, духота, и тяжело дышалось, мне как бы не хватало такого кислорода, чтобы после заезда приезжал, мне приходилось вентилятор или дуть себя, чтобы кислорода набраться, чтобы отдохнуть как-то. Так что хорошо, что есть перерывы, есть тайм-аут. Польша у меня чуть попроще, потому что у меня есть все условия, там есть и вентиляторы, и такие, и у нас в команде есть массажист, который приносит лед, чтобы быстрее восстановиться, когда заезд на заезд едешь. Это самый такой момент, когда ты едешь заезд на напряжение, и плюс, потом, следующий, опять же, тебе надо быть готовым, и выехать на старт так же, как бы, со спокойным дыханием и стартовать. Поэтому приходится так бороться с этой жарой. Для нас, как для гонщиков, я думаю, плюс 20, а это максимально по температуре должно быть. Кирилл, можешь сразу вопрос каспорт, но я самый большой вопрос, всех интересует, что с техникой сегодня? Пытаю тебе, что у тебя там с моторами? Ну, в третьем бягу на старте затронулисьте силники и, позднее, благодаря успешности, я считаю, что уехали на мотоцикл, но это довольно-таки уложенный мотоцикл, не подо мне. И ехало мне, раз, что тяжело, просто не на своем мотоцикле, а два, что не был, как бы, как бы, хорошо приносили, не приносили с моторами, и, ну, и тяжело, и для тех еще дефектов на затылку. У него просто в первом заезде, когда был дефект, у него заклинил свой мотор, который он привез с собой из Польши. Спасибо большое Илье Чалову, он дал ему свой второй мотоцикл, но немножко не настроил его, потому что это не под него мотоцикл, под себя не настроил, и немножко, может быть, не попал на стройки. Ну, к сожалению, так произошло, но он, ну, это бывает. Это вторая гонка уже? Это вторая гонка в Балаковой. Как ты вообще оценишь выступы свои? Как не дефекты лајцухов, то сегодня силник, поэтому, ну, хотелось бы в конце здесь приехать и и приехать целые заводы без жадных дефектов, без жадных дзиных ситуаций, поэтому я надеюсь, что, просто, все, как бы, прилицет так же, как мы сделали это в течение вчера, и приготовил мотоцикл, и постараемся, чтобы было лучше, потому что мы тоже не задавали, не задавали мне те пункты, которые сегодня привезли, так же, как последний, момент, в конце я ходил шляпи. Угу. Его не совсем устраивает его выступление, потому что у него дефекты с техникой, ему почему-то не везет, он готовит технику, он прилетел за два дня и готовил свой, ну, мотоцикл собирал. Жалко, что так происходит, и не на это он рассчитывал, и жалко этих очков, которые он везет, и у него происходят какие-то постоянные сходы. А так он надеется на лучшие выступления свои, и будет все делать для того, чтобы они были еще лучше. Команда уже влилась, с кем-то подружился. Паня пыта же, кулигурские мужские дружины? Бо не первый раз, если что-то в этой дружине. Ну, практически всех знам, только единственное, что юниоров так мало познают, они тоже не говорят по-польскому, а так с Эмилем, то где-то там ездили в польский лидер, или в Швеции, и тоже с Вадимилем, и с Ильем тоже знамы с молодежных заводов, поэтому, как бы, часть из группы знам, а часть еще познаю, и думаю, что еще будет лучше. Ну, часть гонщиков он знает, и с Эмилем они ездят в Швеции, и встречался с парнями нашими, там, с Чаловым, с Бородулиным в Польше, они ездили гонки льговые в Польше. А юниоров он просто не знает, ну, как-то старается с ними общаться, потому что юниоры не знают ни польский, ни английский язык, и, ну, все равно как-то находят общий язык, там, подсказывают друг другу что-то, и надеются, что будет лучше, и ему здесь очень нравится. А когда вот он не участвует в заезде, он наблюдает за другими гонками? Да, он всегда смотрит гонку, он приезжает на меня, заезда приготавливает свой мотоцикл настраивать на следующий заезд и сразу идет смотреть гонку чтобы потому что дорожка меняется каждую серию и для того чтобы видеть все эти тропинки и как вообще работает дорожка и как едут другие гонщики где они едут нам присоединился владимир богман бог богин вопрос какой сникерс он съел какой механик хорошо настроил досыпал он ехал вперед вопрос как увидели что технический вход был когда все таки финишировал я так понял что цепь да стало проблемой я так понимаю вы держали сильно за руку чтобы получить травму или что когда у тебя было и когда мялошь дефект то трималась за ренком за за левым не правым и за правым что стало ну в последнем уку мялоем дефект мотоцикле и просто мотоцикл мне так шарпнул что просто что-то мне там прискочило в надгарстку, но сам расширный уже есть уже есть окей trochę боли, но такой боли то не боли когда случился дефект он в мотоцикле очень сильно дернул руль и он думал что какие-то проблемы у него в запястье болело а потом прошло заморозили руку спреемы хорошо очень счастлив что это все обошлось и вопрос к вам привычу мне нужно задать такой вопрос можем ли мы рассчитывать на каспера на выездный бомб да безусловно мне нравится как он здесь едет балаковый как он вливается в команде везет очки те которые нужны очки я думаю что если бы не эти дефекты то счет бы был еще больше да он вполне устраивать на выезде будем стараться просто у него сейчас такая ситуация что он едет на 26 допустим в октябрьском у нас гонка с башкирией и у него гонка у нас гонка в среду 26 а у него гонка во вторник в швеции и в четверг если там не получится то я возьму на 26 число на октябрьский все в порядке хван восстанавливается он сейчас находится в москве ходил к своему личному врачу травматологу нужно время саша кайбыш буквально сегодня звонил мне говорил о том что сделали снимки после недели у него сломанная рука что у него все уже начинает зарастать потихонечку и я думаю что к двадцать шестом число он будет готов какой оценку вы сегодняшний год эти последние 400 плюс гонщики сегодня на самом деле хорошо все проехали и доволен юниорами сегодня не юниорами а юниором тут товарищ бог мало сегодня было очень круто ну будьте сленка товарищ бог это ближе по разному все